Образ феминной Украины меняют украинские воины. Сдвинуть почти 30-тонный крас за 30 секунд им под силу. В Мариуполе и его окрестностях, как и на других участках фронта, затишье. И пока бойцы-добровольцы отдыхают. А затишье без сомнений временное. Все как один утверждают руководители батальона. К сожалению, учитывая, с кем мы имеем дело, это временное затишье. Там отформировано два корпуса, больше 45 тысяч человек, плюс 15 тысяч. Это дополнительное подразделение вспомогательное, около 60 тысяч человек вооруженных. Они имеют на сегодняшний день танков примерно сколько же, сколько у принципе армия. Подготовив все это, они не смогут остановить машину, но они все равно работают, двигаться. И они обязательно нападут, как они всегда нападали. Так же, как это было после каждых переговоров в Минске, говорит замкомандира батальона «Донбасс» Сергей Филиппов. И напоминает об очередном витке напряжения в дипломатических отношениях с Россией. Такая ситуация в итоге, как правило, заканчивалась боевыми действиями. Наши ребята считают, что это затишье перед боем. В первые несколько дней даже спать не могли, к тишине не привыкли. Но такое затишье – это временное явление, это перемирие, которое никто не собирается выполнять. По крайней мере, с той стороны. Сейчас батальон «Донбасс» выполняет задачи на второй линии обороны. Это работа на блокпостах и разные дополнительные задания, о которых военные не распространяются. Часть батальона отдыхает, другие занимаются боевой подготовкой, совершенствуют работу с артиллерией и бронетехникой. Пользуются тишиной так же, как и другие добровольные боевые части украинской армии. Это отлично, что у нас появилась в первый раз за полтора года возможность вывести людей, провести боевое слаживание и, наконец, достичь действительно уровня стопроцентной боеготовности. Азов находится в полевых лагерях. В окрестностях Мариуполя и тоже готовится к боям. В случае обострения ситуации в течение трех часов полк готов быть на передовой. Это не конец боевых действий, уверяют комбаты. Это всего лишь очередное перемирие, которое прежде всего дает возможность подготовиться к войне. Юлия Горкуш, Андрей Рыжков, Мариуполь. Настоящее время.